Всем привет, дамы и господа, вы на канале GMTime и сегодня я покажу вам свои настройки CS2, которыми я думал около недели, я тестил все разрешения, все звуки, поменял все бинды и в целом разобрался, что сейчас в данный момент актуально, каждую неделю буквально выходят новые обновления, добавляют новые команды, но фундаментал я думаю останется тот же, поэтому присаживайтесь поудобнее и мы в быстром тэпе пробежимся по всем основным настройкам в этой игре. Первое, что я хочу вам показать это видео, видео settings, я играю все так же на этом разрешении, brightness там не важно, тут увеличили, тут намного ярче все стало, поэтому классику нам предлагает корпорация Valve поставить 93, но я пока на 93 играю, но в целом от карты к карте, то есть на мираже где-то я могу уменьшить, на нуте где-то увеличить, к одному чему-то я не пришел. По поводу разрешения, я предпочитаю играть на 239 Гц вместо 60, ну потому что так более плавнее и монитор все таки мой поддерживает это на разрешение. Full screen, с появлением CS2 опять же поднялся вопрос на переход на Full HD, но есть ровно две причины по которым я не перейду на Full HD на данный момент. Первое, это то, что Full HD жрет слишком много FPS и неиграбельно. Мой Intel не поддерживает, я дискутировал со многими программерами, которые рассказывали, что на Radeon гораздо более жестче все идет, там что-то 3D моделировали, ну короче углубляться не будем в мир технологий этих. На Intel пока взем обновление от Valve, чтобы они адаптировали это под Intel, а то все таки не соответствует железу нынешней FPS, у всех он усредился в раза два наверное, ну на процентов 40 точно. Это первая причина, вторая причина это вообще ни один про игрок, снайпер еще не перешел на Full HD, те кто играли на Full HD, они и перешли на Full HD, но там 5% про игроков только перешло, мы должны дать время игре, посмотреть что как будет и там основные звезды типа Monosys, Zyvoo, Simple, они вроде остались на стрече в том же самом. Про кастомное разрешение, которое советуют на YouTube каналах, я говорить пока не хочу, знаю только то, что вроде Cloud9, да, перешли на какие-то кастомные разрешения, но опять же это всего лишь слухи могут быть, это тоже не инфа не проверенная, поэтому пока остаемся на этом разрешении, дальше будет видно, дальше я сейчас расскажу вам. Advanced, очень много времени я все это тестил, посмотрел миллион роликов на YouTube, наверное все эти ролики, которые есть, по настройке больше 50 тысяч просмотров я посмотрел и могу про каждую команду жестко пояснить. Boost Player Contrast, Enable, то есть моделька будет лучше смотреться на фоне всяких стен, у всех абсолютно эта команда включена, но если у вас прям очень плохой компьютер, то можете ее выключить. Дальше, что вертикальная сценаризация, у всех абсолютно ни одного человека в мире нет, у кого она включена, поэтому Disable, идем дальше. Сглаживание, ну тут можно поставить любое в целом, да, самый популярный это 8.4, потом CM и 2X, что это делает? Она мылит немного игру, экран, ну за счет этого как-то плавнее все происходит, то есть банально, вот даже я сейчас уберу сглаживание, вы прочувствуете разницу. Ну что, чувствуете? Почувствовали? Наверное, может быть вам непонятно, но сами, короче, потестите, там уголки на этих ящиках уже как-то увлекают, бросаются в глаза. Я ставлю 8, но потому что большинство так. В основном можно поставить и 4, и CM, я не знаю. У Рапса CM, у Симпла 8, у Моноси 8, вот пока вот так могут. Тени обязательно надо ставить high, либо супер high, да, very high. Пример с тенями, его 10 тысяч раз обсосали люди, но давайте 10 тысяч первый раз это сделаем. Короче, вот эту тень видите? Вот ее не будет, если вырубить. Ну все, ее нет. То есть это, это как себе спрей ухудшить в игре, то есть это часть игры уже. И допустим, в этом споте, ты когда будешь играть, ты всегда можешь идти в расфокусе, и не смотреть, да, как раньше, типа, в любой момент пикнет, а просто идешь и смотришь на тень. То есть эта тень будет заставлять тебя не вот так распикивать по дальней, как тебе удобно, а как-то проходить поближней, чтобы тень не было видно, да, и потом до какого-то момента резко выходить. Но тут это невозможно, да? Вот тут это возможно. Ну то есть есть карты, где надо будет не вот так вот идти, там по вот этой какой-то, да, а надо будет специально проходить по стене, доходить до какой-то точки. И после этого резко побежали, чтобы не было дополнительной ранней информации. Идем дальше. Модель текстур лоу, ну тут уже, мы как модельки, текстуры, детали, типа, это неважная команда, но в целом ставьте на лоу, фпсы всем нужны. Текстур тут видел, иногда ставили, но в целом у большинства, 90% тут стоит билиниар, да, шейдер, у большинства это стоит лоу. Понятно, что это, типа, ты ставишь это хай, и у тебя ножичек, например, блестит лучше. Ну кому это надо, если мы с вами все в ProCS, и не знаю человека, если честно, вообще в своей жизни никогда не встречал, который бы заходил в Counter-Strike, и ему важно было бы, чтобы его нож блестил. Но это, типа, не про эту игру, как будто, либо мое окружение, все-таки, из других людей состоит. Амбиет, что-то там. Эта тема, на самом деле, я посмотрел на видео, то есть, ну, все говорят ее вырубать, но на деле она дает одну темку. Так, давайте карту, D, верст и гига. Вот, короче, пацаны, смотрите, что дает эта тема, вот видите, сейчас вот она дизейбл, и никаких темных пятен нет вокруг него. Теперь ставим хай, и вот они, бац, появились. Все-таки все равно какая-то тень, какой-то осадочек, видите, на стене, ну, не на стене и хз, но, короче, вот на полу есть. Типа, это как тень, но она используется в зонах, где там нет солнца, условно. И на каких-то участках карты все равно будет момент, когда игрок идет как-то по стене, и ты можешь заранее как-то, знаете, вот так определить вот эту тень. Это очень такая маленькая штучка, не такая глобальная, как тень, но все равно ей место быть. Ну, я сам лично ее вырубаю, потому что не такое уж это и большое преимущество, поэтому FPS все важнее для меня. Идем дальше, HDR, да, в целом ее можно и вырубить, и включить, если FPS мало, можно и вырубить. Там 50 на 50 разделилось мнение, там у Rapsa тут стоит quality, у Mono C++ стоит performance. Суть в том, что она грамотнее регулирует затемнение в зонах, где темные участки, либо где светлые участки. То есть идет более плавный переход, и тебе лучше видно это. И у тебя не бросается в глаза резко, да, там, то, что ты из темного участка там перешел в светлый и так далее. То есть более это все реалистично выглядит. Но опять же, это забирает FPS. Еще некоторые люди мне говорили, что благодаря этой команде тебе лучше видно в Molek. То есть, но это не факт, это может быть просто слух. Команда Super Resolution, это Super Disabled получается у нас. High Quality, у всех абсолютно 100% стоит здесь Disabled. И Nvidia Reflex Low Latency. Это, короче, отвечает за Input Lag, вроде как, если ставишь Enable, там, плюс Boot, а он уменьшает максимальный Input Lag в игре. То есть момент, когда там бросается граната, как ты достаешь ган. То есть то, за что мы не любим CS2, это то, что, на самом деле, большой Input Lag плюс Pink, да, то есть неприятно играть по сравнению, там, с 128 тикрейтом в CSGO. Но она очень много жрет производительности, поэтому у кого не особо сильный комп, лучше Disabled. Это говорят все. И я пока вот тестил только на Enable Boost. На Disabled мне прям не нравилось играть в CS2. Переходим ко второй части ролика. Это звук. Добавили, на самом деле, много всяких параметров звука. И неподготовленный человек, заходя после CSGO в CS2, просто охеревает с того, где какие звуки взрываются, гранаты, да. То есть, условно, у Molek теперь добавлен какой-то такой кислый звук, который меня выводил вначале, но уже я привык. Смотрите. Видите, такой вот кислинкой отдает. А это если он взрывается. Если он взрывается в воздухе или не долетает, то этой системы нет. И вот таких, вот таких мелочей добавлено очень много. То есть, о которых мы раньше с вами не задумывались, но они теперь есть. Очень жестко сделали, знаете, тему какую? Основное изменение, да, звука. Это то, что раньше звук был горизонтальный. Ты здесь топая, у человека ты будто бы топаешь рядом с ним, хотя он находится там на этаже выше, чем ты. И звук не распределялся там диагонально, да. То есть, он просто считался по одной поверхности, по одной плоскости. Сейчас же на звук влияют всякие там, наверное, стены. То есть, это все началось высчитываться. То есть, если люди бегают снизу, то у тебя звук намного заглушен, чем до этого был. То есть, это в основном есть на Нюке и на Вертига. На других картах не так это ощущается, но там другие приколы со звуком, да. То есть, сейчас вот этот кружочек на радаре, который вокруг тебя, это то, где тебя потенциально могут слышать 100%. То, когда ты прыгаешь, он еще больше. Когда ты в воде идешь, то есть, оно еще больше. И вот таких микрофишечек, о которых нам с вами придется узнать, очень много в этой новой игре. Поэтому давайте вместе с вами изучать. Пишите в комментариях какие-то, может, вещи, которые вы нашли в этой игре интересные. Это все очень полезно будет для меня и моей команды, да. И, то есть, для всех нас, для комьюнити Джейм Тайма, да, получается. Вернемся к звуку конкретно настройкам. Две основные настройки, которые есть. Это натурал, да, то есть, там обычный, я не знаю, либо что-то еще. И тут ноль, и тут ест. То есть, вот такая настройка одна. Она в целом хорошая, я на ней играл дней пять. Но потом мне мои тиммейты посоветовали вот так сделать. И на этой настройке я, в целом, разницу не особо понял. И увидел. Но пока на ней бегаю. И так, и так жестко, типа. И так, и так мне приятно. Есть другие кастомы. То есть, тут ставят потом 70%. Ну, и еще там разные, разные, разные настройки. Но другие настройки, они более отличаются от стандартного звука в CS. В CSGO, к которому я привык, привыкли все. И поэтому пока эти две для меня приоритеты. Но есть много роликов, где люди сравнивают то, как это должно быть. Пройдет время, и я уже поставлю то, что у реального большинства, у лучших игроков в мире. Поэтому ждем. Может быть, все перейдут все-таки на вот эту настройку. Время покажет. Ну, и банально, базово все. Кроме 10-second warning, все остальное нам не нужно. Вот такой есть пак с музыкой. То есть, который ты выбираешь, ставишь, короче. Всем игрокам дали music kit с CSGO. И его надо поставить вот сюда. То есть, у нас есть два выбора. И с CS2, либо с CSGO. Недаром я провел 22 тысячи в этой игре. Может быть, больше. Это как колыбель матери, которая напевала мне. То есть, это приятный, успокаивающий звук. Что ж, следующая вещь, о которой я хотел с вами поговорить, это интерфейс. То есть, я не буду заострять много внимания на этом интерфейсе. Я адаптировал для себя там Q, да. То есть, вот такое соотношение. Поставил себе, ну, старый радар. Все команды в целом сохранились. Больше нет того знаменитого цвета. То есть, я поставил классический за КТ голубенький, за ТР в желтенький. Все это там подкорректировал по размерам. Это уже на любителя. Но хорошо, что у нас хотя бы осталась возможность это все сделать. Мне в целом, я уже привык. Я не вижу никаких отличий. Хорошее бай-меню. Тоже адаптировался уже. Уже на двоечку нажимаю, когда пистолет хочу покупать. Можно все продать. С интерфейсом сильных каких-то проблем нет. Вот. Поэтому давайте я вам просто покажу. Настройки Q, да. Ну, и в целом, давайте просто вот так вот я сделал. И вы посмотрите, если что, для себя что-нибудь возьмете. Прицел. Вот по поводу прицела. Я вам скину его. Код прям именно мне. Сотни людей пишут скинь код. Я это все-таки сделаю. Оставлю код в описании под видосом. Пользуйтесь. Не можете сделать такую точечку. Вот я вам скину специально, чтобы вы даже не через консоль вводили. Это все, а кодикс вставили. Казуальщики вы мои. Из интересных команд, короче. New такая нажимаете. Это follow recoil. Короче, в чем суть? Суть в том, что теперь ваш прицел двигается по спрею. Я сам эту тему не тестил. А мне, ну, как бы 5 секунд пострелял. Понял, что не, не мое. Но там уже появляются какие-то бинды, алиасы, которые вырубают это на пистиках, добавляют это на эмках. Будущая покажет, что это за команда. Особо на ней внимание заострять не будем. New. Что дальше? Zoom. Это, то есть, вначале была проблема, когда надо было два раза нажимать на снайперскую винтожку, чтобы двойной зум нажать. Сейчас это уже все есть. Можно даже отключить. То есть, выстрел, и у тебя не будет резума. То есть, ты стреляешь, когда ты привык, что у тебя зум появляется, если ты не отпускаешь его. И вот в этом же отсеке команд есть такая тема, как отключить этот двойной зум. Где-то тут есть. Пофиг на это. Можно убирать глушитель, да? Чтобы анбиднуть эту команду. То есть, у меня уже стоит, скорее всего, что вот видите, нельзя снять глушитель, чтобы нечаянно зачем его снимать. Советую всем поставить. И последняя команда, это аватарки, анимированные. No. Нам не нужны эти аниме в Counter-Strike. А одно дело просто, да? Там где-то у себя за закрытыми стенами все это смотреть. А другое дело, уже когда мы играем с вами в фулл фокусе, тут аниме показывать нам. Это неправильно, я считаю. Вырубаем его. Очень много всяких микрофишечек, да? То есть, этот пинг изменен, чуть сделал менее заметным. А то раньше тебе пингуют, и ты прям, как будто будильник на айфоне какой-то. Очень мерзкий звук. И то есть, это сделано более блеклым, звук тихий, иногда непонятно. Плюс, вроде, не подсвечивается. Вот раньше прям тебе показывало. Вот тут-то выпозабирает. А сейчас как-то так, более попросим. Многие там спрашивают про Nvidia. Но, пацаны, я и большинство моих там знакомых проигроков на ланах настраивают уже компы заранее Nvidia там. И самая важная команда, это аккумулятор. То есть, ставишь там, ну, батарею. Максимальная производительность в игре, в NVIDIA. В основном, любая другая команда не особо имеет значения. Ставишь там на перформанс, производительность и все равно. Но, для будущего поколения профессионалов, хочу сказать, что важно разбираться в этом. Чтобы, на самом деле, на некоторых компьютерах у тебя картинка отличается. И бывали ситуации, когда настройка Nvidia была там от админов другой. Не то, что не как у меня дома. И из-за этого каких-то лайнапов на каких-то гранат не было. Такое бывало, но очень редко. И определенные гранаты, я знаю уже другие лайнапы. То есть, мне было проще выучить лайнапы новых гранат, чем разобраться и запомнить. Из интересного, что я знаю об NVIDIA, могу сказать вам, что там есть, ну вот, как NVIDIA Reflex Low Latency. То есть, и там то же самое есть. И вот то, о чем я говорил до этого. То есть, там ставите, и оно работает, не работает. Как вам лучше, уже сами разберетесь. У меня там оффнуто это все. И у меня включено в игре. Ну, и последнее, о чем я хотел с вами сегодня поговорить, это параметры запуска. То есть, очень много всяких команд, которые не работают сейчас. Да, то есть, условно, это клэнтерп, интерпратио, рейд. Это все эти пять команд, которые могут и не работать, уже банально они в CS2 должны работать. То есть, про интерратио это 100%. Но не лишнее оставить их, если они работают, то они ни на что не повлияют. А если работают, то, допустим, вот эту про интерп, я увидел у кого-то там на ютубе. Решил поставить. Ощутимо, не ощутимо, не понимаю. Просто стоит. FPS Max понятная, консоль понятная, английский язык понятная. Вот эта команда из, там что-то, боны из CSGO, он не знаю, работает нет. Эта тоже не знаю, работает нет. И HelloFertParty, короче, команда для стримов. Ну, короче, вы поняли. Это та команда. Все это будет в описании. По параметру запуска ничего не могу сказать. То есть, AfterExec новая тема, которая сейчас у всех есть. Я бы скинул вам свой конфиг и не стал бы там ничего расписывать, написал мне снизу параметры. Но я не могу найти свой конфиг. То есть, у меня есть старый конфиг в CSGO, но там я уже поменял пару команд, убрал, выдать М-ку. Сейчас, да, вот М4 и М4А. То есть, раньше я не парился и просто нажимал бинт на клавишу. И мне давало S-ку, потому что она стояла. Но сейчас, да, то есть, тебе надо именно писать сайленсер. Иначе тебе будет выдавать обычную М-ку. То есть, это такие микробазовые фишечки, которые я исправил. Но, в основном, все команды, которые я изменил, я не сказал. Поэтому старый КФГ такой же актуальный. Также можете перенести его, добавить новый AfterExec. В AfterExec у меня две команды всего лишь, да. Это дроп-бомбы, это база. В каждом видосе их штук 15 посмотрел. И бинт. То есть, я не знаю сейчас, что происходит. Есть гранаты с двух клавиш, которые мне надо дать стоя. То есть, как-то сидя, вот так как-то дать. И я вот даже не знаю, как мне идти отпускать. То есть, это какие-то сложные гранаты. С прыжки. То есть, очень много процентов будет фейдиться. Поэтому я поставил все-таки этот Elias. Который, как в старые наши любимые CS GO. Два бинда на дроп, на гранаты и все. Ничего такого нет. AfterExec будет в описании для тех, кто не может поставить бинт. На всякий случай вам скину. Спасибо, что смотрите. Будут выходить ролики по настройкам дальше. Просто надо, чтобы все устаканилось. Но вот такие вот первые какие-то хорошие, оптимальные решения, которые все сейчас нашли. Я использую и с вами делюсь. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Пишите в комментариях какие-то свои штуки. С разрешениями. КФГ. Я могу затестить все, что угодно. Главное, пишите. Что-то крутое. Ну что ж, с вами был Джейм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что можно затестить. Какие комбинации. Может быть о каких-то командах я сказал неправильно. За что купил, за то продал. Я в это верю. Я любитель. Поэтому, пацаны, давайте вместе с вами найдем оптимальные настройки. Я запишу по-любому не один еще ролик по тому, как это все должно быть. Всем пока.